Здравствуйте, зрители и читатели Зеленые точки Старта! С нами Снежана Трантина, руководитель компании Спецавтоинженеринг, которая делает и поставляет электробусы на территорию победившего электротранспорта, на ВДНХ. Тут куда ни глянь, везде электротранспорт. Электробусы, электрические трициклы, гольфкары, все электричество. Зона электричества! Давно вы поставили первую машину на ВДНХ? Значит, первые электробусы были поставлены в честь 80-летия парка. Это был сентябрь 2019 года. В этом году будет уже три года, как электробусы эксплуатируются парком. Они полюбились гостям парка, тем, кто здесь работает. Маршрут составляет 26 остановок. Это уже неотъемлемая часть парка. Мы надеемся, что этот проект будет дальше развиваться. И наш любимый заказчик ВДНХ, соответственно, будет расширять электрический парк данных электробусов. Слушанна, расскажите более подробно о технической составляющей этих машин. Данные электробусы построены на платформе NextElectro, но имеют индивидуальный дизайн. То есть в рамках контракта, который мы подписали, были сделаны эскизы экстерьера и интерьера, согласованные заказчиком. И дальше этот дизайн получил реализацию в том числе и уже на других транспортных средствах, в том числе дизельных, которые используются парком. С этого года мы являемся производителями электротранспорта. Мы владельцы ОТТС. Да, мы используем донор Next. Выпускаем транспортные средства в разных модификациях Cargo, Shuttle, Combi под брендом NextElectro. Шасси полностью нами переработано. Там электрическая платформа. Она может обеспечивать запас хода сегодня до 270 км. Здесь модификация с функцией быстрой зарядки и запасом хода 140 км. 140 км для Widenhide, в принципе, нормально. Это более чем нормально. Они делают, учитывая, что фактически 12 часов эксплуатируется электробус в смену, они дозаряжаются, как правило, один раз в течение дня, либо ночью. Действительно, среди гостей парка этот электробус пользуется большой популярностью. Вот пока мы вас ждали достаточно долго, разговаривали с водителем, он сказал, что в день электробус перевозит порядка 500 человек. То есть я посчитала за три года, получается, каждый электробус 2 миллиона человек. Эдуард, как вам управлять электробусом? Это более плавный, бесшумный, без вибраций. Плавный отход, тишина. Самое главное – плавный отход. Вести приятно машину такую? Приятно, да. Хорошо работать, не так устаешь, как на дизеле. Без вибраций и для пассажиров тоже нравится. Бесшумно, плавно, нравится. Плавный отход с места, приостановка. Тотлично себе замечательный. Многие люди интересуются, что за техника почему-то бесшумная. В общем, впечатлений много у людей. И впечатление хорошее. Да, да. Соказчики имеют наши машины. Если говорить про Москву, это Сколково, это IKEA. Мы в декабре 2019 года в рамках декарбонизации совместно с Икеей и компанией Рено запускали первые электрические маршруты в последнем мире. Сейчас этот электробус не эксплуатируется в силу разных обстоятельств. Соответственно, у нас есть заказчики энергетические компании. Одна из них в этом году у нас приобрел электробус. Это сибирская генерировщая компания. Этот электробус сейчас находится на доставке в город Красноярск. В ближайшее время мы с руководством города, с представителями РСК Сибири, будем открывать первый электрический маршрут в городе Красноярск. Снежан, тогда следующий вопрос. Планируете ли вы делать транспорт коммерческого класса? Не общественного, как вот здесь, а коммерческий? У нас коммерческий транспорт есть. Это модификация карга. Она эксплуатируется, данная модификация в том числе в Сочи. И модификация карга как раз ушла в город Красноярск. Есть в городе Тюмени тоже модификация. Именно электротранспорт, это фургоны разного назначения. Под бригадные мастерские, с ревизераторными капсулами, соответственно, под разные хозяйственные нужды. То есть такие машины у нас есть. То есть, скажем так, кузов может быть разного назначения? Абсолютно. То есть в чем и прелесть. То есть, если вы зайдете на сайт NextElectro, вы можете сами сконфигурирует машину своей мечты. То есть она состоит по принципу лего. Вы выбираете модификацию. Туда автоматически подгружаются базовые функции. И есть опции, которые вы выбираете сами. Например, какую запас хода вы хотите. У вас есть возможность выбрать 60 км, 140 км или 200 км. Нужна ли вам функция быстрой зарядки? То есть планируете ли вы дозаряжаться днем быстрой зарядки? Или вам достаточно только ночной? Это функция отдельного контроллера. Нужен ли вам какой-то конкретный кондиционер? Нужна ли вам электрическая вебаста? Нужна ли вам какая-то выдвижная ступень электрическая? Раздвижные двери? Все эти опции представлены. Вы их выбираете, и вам автоматически на вход в почту приходит конфигурация стоимости с опцией. Это очень удобно. Снежана, если для общественного транспорта 200 км может быть нормально, то этого хватит ли для коммерческого транспорта и доставки? Я повторюсь, что у нас на сегодня мы можем делать электрофургоны, автомобили с запасом хода 270 км. 270 км это уже? Наша компания сама проектирует батарейные блоки, причем на разных химиях. Это ЛФП, ЛДО, НМС, на этих электробусах НМС, ячейки. Мы эти батарейные блоки производим сами в технопарке Мосгормаш. Мы являемся участниками Московского инновационного кластера. И наша площадка именно производства батарейных блоков, она расположена в технопарке Мосгормаш. У нас также там есть испытательные лаборатории, где будут зарядные станции. Снежана, следующий вопрос, момент. Вот сегодня была конференция в Торгово-промышленной палате, вы на ней выступали. Снеороссийская конференция по развитию зарядной инфраструктуры и электрического транспорта. Ее организовали выставка. Торгово-промышленные палаты Российской Федерации. И выставка Электротранса, которая пройдет в сентябре 2022 года. Там красной нитью было как раз все, что связано с сегодняшними событиями, а именно вопрос импортозамещения. Что у вас с этим? Комплектующие на ваше производство не повлияет? Закрытие границ и прочее. Во-первых, у нас достаточно большой запас есть компонентов, в том числе и европейского производства. Потому что, например, зарядные порты до последнего момента мы использовали «Феникс Контакт». Ну, как многие. Соответственно, есть уже альтернативы другие, в том числе и Китая. Мы ведем достаточно обширную деятельность внешнеэкономическую уже достаточно давно. Мы имеем много прямых контрактов и прямых с производителями разных компонентов в Азии. Поэтому для нас это не составляет большого потаса. Электродвигатель на новой платформе четвертого поколения, там будет уже, если на этих машинах использован электродвигатель «Сименс», то на той платформе, которая в ближайшее время будет доступна для заказа, там используют электрические двигатели китайские на постоянных магнитах. Он более мощный, соответственно. Но также мы ведем работы и с отечественными производителями, в том числе с рядом резидентов Сколково, которые производят, ну, в этом направлении двигаются и просят, обращаются к нам за испытаниями своих разработок. Именно в плане электродвигателя. Батарейные блоки мы собираем сами, мы покупаем только ячейки. Вот. А все остальное производство сосредоточено здесь. Ну, скажем так, запас прочности есть и есть движение в сторону того, чтобы все это больше была локализация в России на 100%? Безусловно, конечно. Мне кажется, что сейчас все поставлены в такие геополитические условия, что все должны пересматривать, скажем так, свою комплектацию, пересматривать список поставщиков, производителей в сторону импортозамещения, в том числе максимальная локализация внутри России. Тем более, к этому нас привлекает правительство Российской Федерации, которое, ну, анонсирует субсидии. Вот. И взамен этого требует определенный, повышает процент локализации, и мы будем вынуждены в любом случае негативить в эту локализацию. Так, Снежан, тогда еще интересная тема. Если это, конечно, не коммерческая тайна. Да. Какие у вас взаимоотношения с нашими белорусскими друзьями? Мы с большим почтением относимся к нашим белорусским коллегам. Я хочу сказать, что они достаточно активно развивают направление e-mobility. В том числе мы очень плотно взаимодействуем с производителями зарядных станций. То есть мы ведем сейчас работу, направленную на локализацию контроллеров, в том числе компании Стрим, у себя на производстве. У нас есть несколько проектов с компанией «Витязь», но в любом случае все эти проекты связаны именно с локализацией в России и, соответственно, переработкой всех решений под российский рынок. Ну, то есть можно резюмировать, что с вашей стороны больше оптимизма в развитии, и то, что сложившаяся ситуация негативно на вас не повлияет, а наоборот даже будет способствовать развитию. Вы знаете, я могу сказать, что так как мы реально были первые в России, мы в 2014 году произвели первые электрические фургоны, получили от АТС в декабре, в январе 2015 года. Поэтому мы, может кто угодно что говорит, но мы единственные и первые в России, кто произвел сертифицированный электрический транспорт как автопроизводитель. И учитывая, что уже прошло 8 лет, когда мы начинали, электротранспорта практически не было вообще, зарядная станция, это была диковина. И, кстати, компания спецавтоинжиниринг в Москве поставила впервые городу 25 зарядных станций. Это были тогда финские зарядные станции Менста на 22 минутах. Впоследствии компания Менста ушла из России. Эти столбики до сих пор есть как в Москве, так и на территории СКОШУ на их плавной парковке. Ну, 8 лет это большой срок, и это доказывает, что у вас успешное производство, опыт. Есть определенный запас прочности и выживаемости. Да, поздравляю. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!